Добрый вечер, рассуток, дорогие зрители, с вами Сеня, с вами Анишара, мы продолжаем смотреть матч, а точнее матчи в рамках ESL 5 сезон Европа, Фейс Клан против команды НИП на карте Денюк. Да, и это как раз таки та самая карта, которую мы вчера увидели дважды, и она заканчивалась очень непредсказуемо порой. И, быть может, НИП тоже удивят, за последнее время никаких хороших результатов они не показали, да и вообще, наверное, многие болельщики уже от них отказались, но как истинный фан, я верю, что хотя бы Манюки у них есть шанс идти. Выход на плент Айки, Ашима вместе с Ником моментальные 2 кила делают, Форест ловит при этом Рейна, выходя из дверей, упал на плент Ашима, Форест еще один хэдшот, но тут Керриган есть на точке. В итоге ситуация все равно очень непростая для команды НИП, хоть они в преимуществе гидрают, однако Форест есть в команде, это трипл от Патрика Линберга, и шведы моментально выходят вперед и берут пистолетный раунд. Да, и тут очень хорошая пистолетка получилась для НИП, прошли они спокойно на винты, да, и в Б упали вроде бы, да. Они просто выходили и делали киллы, а уже в конце решили все-таки разыграть через вентиляцию. Да, и в итоге Фейс берут Форс Бай, у них 4 пистолета с арморами и скаут на Керригане, что в принципе неплохо, но опять же таки оборона на НИП не терпит ошибок, любая неправильная позиция от Фейс Клана и соответственно минус для НИП. Скаут от Керригана, у всех остальных ребят пистолеты, плюс старые первые арморы, но НИП решили быстро сыграть через улицу. Откидывают огромное количество гранат, моментально экзист оцелевает Николиньо, и парни... Ну нет, не проходит, хотел сказать я, что идут вниз, но нет, не идут диск, вот с УМП-шкой жмет, минус Аллу. Каждый игрок команды Фейс решил просто постреляться, и в итоге, естественно, НИП, благодаря своим девайсам, немножечко сильнее. В итоге абсолютно все игроки команды Фейс погибают, Керригана остается один, но ненадолго. Форест, прекрасный хэд. 2.0! 2.0 и снова экономические от Европейского объединения. Да, вроде как пришел в команду НИП, который на Форс Баев творит чудеса, да вообще ему достаточно брать арморы пистолет Дезерт Игл, и может убивать практически всю команду НИП в том числе. Но! Но пока этого не удается сделать, и первые двайсные вроде как не подъезжают, и на НИП могут взять себе неплохую экономику, что будет для них как нельзя так стать. Ну, посмотрим, что сейчас нам предложат парни из команды Фейс. Естественно, у них юспики, но для них наверняка нужно постараться сейчас хотя бы несколько киллов сделать, потому что экономика команды НИП будет уходить вперед. Но, с другой стороны, НИПы за атаку, поэтому Фейсы даже с Фамасами, даже с Уэмпехами в следующем раунде имеют очень хороший шанс на то, чтобы затащить. Терри Ним Гитрайт у нас играет на крыше, одновременно чекая две позиции, смотрит справа снизу и справляется. Неплохо, отличная хаешка, Ника погибает, но и Гитрайт еще и захэдшотил, по-моему, Керригана, что ли, или Рейна. Ну, это уже не важно. Фак 4. НИПы играет по всей карте, асаливает кеша ему, Алла остается один в бутке, жмет Форест и еще один минус. 3-0 за НИПами. Уверен на начало. Вот, первая закупка расставит все точки над И, если Фейс готов к Нюку, то отбой надо давать именно на первом девайсном. Авика, Авика пока не видно, и Ника думает, какой давай взять, и его губер падает на УМП. Хотя мог себе купить либо Фамас, либо Кольц спокойно. Ну, посмотрим. 4 М-чки и УМП-шка от Ника. Хороший бай от команды NIP. Есть раскидончик. НИПы закидывают банки на пятак. Тем временем, Гитрайт готовится откинуть какую-то важную для себя гранату в будку. В будку полетела банка, никого не задело. НИПы готовятся раскидывать точку А. Летит огромное количество флешек. Киашима, моментальный килл. Фрибер погибает. Теориним Гитрайт реализовывает УМП. Из Галила, Гзист, неплохой АИМ, наказывает моментально Аллу Керриган, залазит на девятку и тоже погибает. Остается Рейн один против троих. Наносит много дэмэджа по Гитрайту, ловит флешку и Гитрайт в итоге благодаря этой флешке, скорее всего, выживет. Хотя смог вот тут пройдет. Рейн, нет, он оцеливает Кристофера Алисунда. Но, с другой стороны, он абсолютно не знает, где находятся еще два игрока команды НИПы. Скорее всего, такой раунд НИПы, конечно же, дарить не собирается. Рейн, по-моему, уходит на сейв. Да, друзья, это четвертый для шведов из НИП. Вот и первый два сни подъехал для шведов. И знаешь, в атаке они смотрят сейчас очень уверенно. Выходы делают довольно-таки достойные. Да и вообще попадают практически все. Это даже тот же самый Гзист, который вроде как капитан в последнее время показывает, что умеет попадать. Как в свое время включился Глэйв. Но у Глэйма пошел спад, а вот Гзист пока еще не сдает обороты. Ну, Гзист, понимаешь, вообще у команды НИП, у них спад на протяжении последних четырех месяцев. И как бы ниже уже падать, наверное, некуда. Они все это осознают. Их, возможно, ждут тоже некие перетурбации в коллективе. Но опять-таки, скорее всего, через месяц, если на Старладере ничего не покажут. Поэтому сейчас все игроки, скорее всего, отдают себе отчеты. В любом случае пытаются выкладываться на максимум. Ну и пока с фейзами все неплохо. Но это начало. Это карта Денюк. И, естественно, здесь еще фейзы несколько раз могут и выйти вперед, и забрать карту. Поэтому для них ничего страшного не происходит. Фейзы, я напоминаю, это финалисты последнего чемпионата мира. Intel Extreme Masters в польском городе Катовица. Тем временем на длине у нас действуют НИПы. Спускаются вниз и попытаются именно на точке Б установить бомбу. Но до этого нужно будет разобраться с несколькими игроками команды фейз. Первый пошел. Да, Форос забирает НИК на двери. В аквариуме палится Элу. Практически отстрелил он Пит, но размен от Фороса. Минус от Рейна. И снова минус от Рейна. В общем-то, как-то странновато. Зашли на IP и на Б. В итоге потеряли бомбу. Остались в меньшинстве из большинства. И по итогу раунд могут залить сейчас. Да, неплохо стали выходить, но при этом потом кто-то допустил ошибку. Рейн, квадрокилл, будет ли эйс? Отличная работа с Эммочкой. Киашима спускается в вентиляцию. Именно здесь находится Кристофер Элесун. Тон же Гитрайт ловит Киашиму. Чекает вилку. Ну и по-моему, Рейн сейчас будет делать эйс. Это эйс от Рейна, дорогие зрители. Вот такая вот должна быть реализация единственного ствола, когда у твоих тиммейтов ЭКО. Браво, Рейн. Счет 4-1. Но это первый раунд для команды Фейс Клан. С первым раундом можно и начать делать камбэк. В атаке от NIP пока что нету АВП. И они пытаются сыграть от дефолтных АК 47-х. Раскидам море. И, кстати говоря, у них просто 5 молотовых. Можно все задымить. И, к моему, даже поджечь. Гзист пока что контролирует у нас улицу. Ребята ждут. Тем временем Пит готовится показать нам какой-нибудь смочок. Интересно, куда это он отсюда залетит. Сейчас ждем, покажем. Полетела гранаточка. Полетела, полетела, полетела. И смок падает перед дверью. Ой-ой-ой. Какие же нужно знать смоки, чтобы положить довольно простой смок. Да, вот такой. Но при этом НИПы действуют через улицу. Гзист смотрит гараж. Два игрока у команды НИП над пристройкой. Ребята разыгрывают. Пит контролирует теперь радио. Бомба при этом за машинкой. Ну и за машинкой бомба, конечно, совсем скоро будет взята. Вот Фриберг наказывает НИПа, который был на девятке. Фриберг. Хороший спрей. Минус Киашима. Выходит дальше на плента. Фейс. Рейн. Делает килл. Но при этом Гетрич неплохо действует на размене. Форест удалось подловить Агалу. Тот погибает. Отдает АВП. И два игрока у команды НИП в преимуще. Они остаются против одного Керригана. А тот падает на точку А. При этом бомба у нас в руках от... У Гетрайта. Гетрайт падает в вентиляцию. И Керриган берет этот раунд. Как же плохо. НИПы решили разыграть. В самом конце. Эту довольно простую для себя ситуацию. 4-2. Как по мне Гетрайт слишком поторопился прыгать в винты. Надо было постоять. Быть может даже сыграть вдвоем. Ведь большинство на мишинство реализовывать гораздо проще. Нежели отстреливаться по одному. В итоге. Два раунда для Фейс. Клан. Два раунда разницы. НИП делает волевую закупку. Которая может отнести им дивиденды. Но по факту. Фейс Клан должны с ними справляться. Пит снова откидывает стандартный теперь смок уж на улице. Ребята из команды НИП видимо опять будут продавливать эту точку. Рейн замечает 1-2 смок. Ловит гриста. Уходит в пристройку. Никакого размена нет. Никто не успел просто банально подловить Рейна. Но НИПы на шефте теперь проходят через длину. Форест жмет. И все-таки Рейна разобрал. Загулял у нас Рейн. Нужно было наверное сохранять преимущество. Но в итоге погибает игрок с защитой. 4 на 4. И минута 15 до конца. ОМПшка от НИКа. И два минуса. Бомба падает. НИКа подбирает АК-47. И преимущество очень существенное теперь за фейзами. Да, Гитрайт остается последней. Ну, что сказать про Гетрича. Может сделать парочку минусов. Но тут кое-как забирает Керриган. Остается очень красным. И для него любая пуля может быть фатальной. Да, выйдет сейчас на Аллу. Который с АВП вроде как ждет его. И выход из СМАКа не лучшее решение от счетского игрока. Это третий раунд для фейз клан. Ну и в обороне они собираются довольно-таки быстро. АВПшка от Аллу. Остальные парни покупают, конечно же, эмки калаши. Но они Пы должны теперь делать экономический. И в итоге команда фейз, команда, которая проигрывала совсем недавно со счетом 0-4, возвращается в это противостояние. И теперь у парней первые арморы. Тэг и П-250 от Гетрайта. У остальных тоже пистолеты хорошие. Минимальное количество гранат. Ну и Нипы постараются под эти банки, судя по всему, прожать один из плентов. Вот вопрос какой? На, скорее всего, будет заходить. Я думаю, возможно. А Форест пока что перепрыгивает на скалу. Пойдет через пристройку. Но остальные, видимо, будут выходить через двери плюс будку. Неплохо, неплохо фейзы вырулили. Но вот опять же, буквально один раунд. Помните, когда Керриган пережал двоих вентиляции? В итоге Нипы сейчас могут пролететь. А, казалось бы, начинали очень даже хорошо. Но, возможно, я, как обычно, немножко тороплю события. Еще Нипы соберутся и возьмут несколько раундов. В принципе, атака на карте Данюк у них должна быть неплохая. Мы огромное количество раз наблюдали Нипов именно на Нюке. И, в принципе, у них более-менее получалась эта карта. Но Гетрайд погибает от рукалов в дверях. И моментально шведы начинают в меньшинстве. Моментальное вмешанство. Вообще неприятная ситуация. Минус от Рейна еще по-прежнему. Гзист падает. И Нипи начинает теряться. Не нужно, не нужно так вот закрепляться именно за атаку. Давайте уже, раскрепощайтесь побыстрее. Подумайте, как быстрые выходы влияют на игру. Тем более на Нюке. На Нюке можно делать превосходные быстрые выходы в те же самые винты. Пока что Рейн забирает на улице еще и Фореста на скале. Пит тем временем Солянова выходит на Б рампу. И, скорее всего, Керриган его здесь подловит. Пит. Отлично он ловит Керригана. Выходит на рампы. Правда, Аллу перекрывает позицию. Забирает в ответ Пита. Спускается Ника. И Фриберг 1-4. Потащит ли такой раунд? Слишком тяжело. 45 секунд до конца. Бомбы нет. Но и о местах положения Фриберга знают. Да, Фриберг понимает, что времени не так уж и много. И будучи 1-4, до него на Б это лучший исход пробраться. Но не знаю, над чем думает Фейз. Оставляет всего лишь на УКИ. А по точке Б, за вот этим реактором... Любая ошибка от Кью равно бомба для НИП. Ника. Спускается в вентиляцию. Забирает Фриберга. Бомба выпала. 5-4 в пользу Фейз Клан. Дорогие зрители, 6 раундов у нас остается до окончания первой половины. И снова у НИПов проблемы по деньгам. Нужно играть с пистолетами, вторыми, первыми арморами и гранатами. Ну что, попытка номер 2-3. 3, наверное. Третий раз уже НИПы играют, будучи стэками и ПДС-50. И у них быстрых раундов по-прежнему нет в запасти. Не знаю почему, и на ПДС тоже решают играть очень медленно. Пистолет с армурами, ничего сложного. Вы видите, на АПЛЕНТ вы видите, просто под одну флешку. Попробуйте перестрелять. Было даже, по-моему, один раз, что Гзис на улице дал Энтрис пистолета. Ну а потом на АПЛЕНТе Кио вместе с НИКа просто закрыли весь вектор атаки, что не есть. Хорошо? Ну а по итогу, да, выход на АСАД, снова все через будку. Минус 2 от НИКа, минус 200, минус 3 от НИКа, минус 4 тоже не проблема. И, в общем-то, закрывает у нас хоро-пишельника в ответ. Но Рейн тоже ставит точку в этом раунде. 5 раундов остается доиграть ребятам в первой половине. Ну и НИПы отдают своим соперникам колоссальную серию из 6 подряд раундов. Денег уже очень много у команды Фейз. И, исходя из этого счета, я могу допустить, что или 9-6, или 10-5, но Фейзы выиграют на карте Денюк. А если все будет идти в таком же русле, в таком же направлении, команда НИП может и 11-4 отлететь. И, соответственно, это будет огромный провал, потому что лидировали 4-0, а в итоге закончить могут 11-4. Ну и снова Керриган, килл, Пит погибает, НИПы снова на улице, пытаются кого-то найти, но никто пока что из команды Фейз не подставляется. Ой-ой-ой-ой, НИП и Гитрайт в частности сейчас снова открываясь на точку, допускают самую главную ошибку. Он выходит в соло на игроков обороны. Это не есть хорошо, НИПы должны работать вместе, у них превосходный тимплей уже за столько лет был готов. Зиз играет Элу, забирает Рейна, и вот он капитан, который просто уничтожает оборону Фейз. А если бы включится и тот же самый Гитрайт, и остальные игроки, тогда вообще не должно ничего мешать разобраться с Фейзами. Киашима, Спрей, погибает Форест, бомба выпала, Гзиста остается один против двоих. Ну и бомбу поставить бы, но ее для этого нужно сначала найти, а это, наверное, задача не из легких для Гзиста. Но при этом ловит Керригана, правда, шикарная хаешечка. 22 хп теперь от Гзиста, Киашима чекает право, выходит и забирает моментально капитана команды НИП. Уже седьмой раунд за командой Фейз, и на табуляции мы видим, насколько много раундов подряд взяли Фейзы. Печальная история, когда вроде НИП начинает хорошо, но потом раунды пловут сами за собой, и вот знаешь, я боюсь, что НИП таки не смогут ничего таки больше придумать. Выйдут на пятерку-шестерку, как ты уже и сказал, но не более того. Ждать восьмерки четыре раунда к ряду не приходится. Пауза. Обсуждают шведы свою атаку, обсуждают, что нужно видоизменить. Ну, конечно, очень пару обидных раундов они отдали в самом начале, собственно, после которых и поплыли, собственно, после которых команда Фейз Кланы получила это преимущество. И Эйз от Рейна, конечно же, напоминаю, была всего лишь одна Эмка с первым армором. У игрока команды Фейз в итоге разыграли этот раунд, потом Керриган один-два, и вот после такой небольшой, сначала маленькой серии, все это превратилось в семь отданных раундов. Ну, вроде как НИП уже покупают девайсы, тратят все свои денежки. Есть калаши, есть флешки и смоки. Попробуют сейчас что-либо противопоставить своим оппонентам. А стоит ли вообще так вот сильно напрягаться? НИП понимает, что сливая этот раунд, они снова останутся без экономики. Бомба им нужна в срочном порядке. И если они ничего не придумают, большие проблемы ждут именно после первой половины НИП. Да, безусловно, начинают они за сложную сторону, за Т-сайд, когда это вроде как КТ-сайд от мапа, но на нюке нет ничего сложного. В атаке выйдете вместе на тот же самый аплент и перестреляете. Этого пока НИП таки не смогли сделать. Ну, посмотрим, к чему они пришли, на самом деле, после этого тактического тайм-аута. Паузу пока что не отжали. Видимо, у команды Фейстута отошел. Ребята, не готовы. Но я думаю, со временем противостояния все-таки продолжатся, естественно, и мы увидим все-таки, что НИПы сейчас нам предложат. Отжали паузу. Продолжается фристайм. Ребята, купили. Ну, по-моему, что-то быстрое намечается, я думаю. Посмотрим. Пора бы уже. Пора бы уже, потому что ни единого раунда быстрого от НИП я снова не увидел. Почему? Непонятно. Шведам это как-то не свойственно даже. Ну, и на пленте будет принимать у нас номер 2-4. Это Рейн с Киашимой, соответственно. На улице у нас НИКа. Ну, и в гараже где-то там Эллу с ВП тоже тут как-то. Пит контролирует пока что радио. Бомба у нас лежит в начале десятки. Смотрят врыв. У команды Фейст никто никуда не идет. Форест отличный хэдшот. Алло, будучи со снайперской винтовкой, погибает моментально на улице. И у команды не впервые, мне кажется, преимущество в одного игрока. И довольно хорошее, позитивное начало для шведского коллектива. Фриберг чекает ангар. Проверяет углы. Тем временем Керриган немножко проседает. Рейну удалось забрать где-то. Но при этом Фриберг на чеку. Отличные два минуса. Подловил и одного, и второго. Никой Киашима должны тащить два в четыре. Ну и вот она пауза от НИП. Возможно, принесет все-таки первые плоды для шведов. Ну а что они сделали в этом раунде? Они тупо стояли, ждали агрессии. И за это были как раз таки наказаны. Фейз нельзя, нельзя так агрессивно играть за оборону на нюке. Хотя, с другой стороны, может быть, и НИП их провоцирует так действовать. Ведь атака довольно-таки медленно выглядит. И Фейз уже после тех раундов, когда Керриган поджимал радио неоднократно и забирал хотя бы одного игрока атаки, дало некоторую верность. Пит с АК-47 вместе с Гитрайтом совсем скоро будет выходить через будку. Там у нас находится Киашима. Насколько НИПы понимают, что нужно играть крайне аккуратно, потому что они уже отдали колоссальное количество раундов. Киашиме удалось забрать Гитрайт, однако Пит моментально выходит на размен. Ну а Форест находит НИКа. И вот они, НИПы. Вот они, НИПы, которые сумели все-таки взять раунд. Но глобально этот раунд пока что ничего не означает. А вот если возьмут этот, тогда да. Тогда не только шестой, тогда и седьмой могут взять. И могут все-таки еще победить первой половине со счетом 8-7. Бай от команды Фейз, Алус АВП, ОМП Хатника, две М-ки, Рейн и Киашима, и Керриган тоже с ОМП. Плюс раскидка, естественно. Ну и НИПы пока что действуют снова не спеша. И, кстати, говорят, что по ожиданиям, я боюсь, что НИПы от героев тогда на НИКы отлетели 7-го числа 2-го месяца 17-го года в рамках ESL Pro League. И это было не просто так. Счет там был 16-8. Геройки далеко не топовый коллектив, но и НИПы от них отлетели довольно-таки серьезно. И сейчас Фейз, полуфиналист, как ты сказал, катавийцы, выглядит уже не так уверенно. Киашима проверяет пока что десятку. Китрайт удалось забрать НИКа. Кио сырьевает к Зиста. Видимо, не ожидал у нас капитан команды НИП, что настолько агрессивно будут действовать игроки защиты в будке. И думал, что, возможно, тиммейты какие-нибудь прикроют, но никто его не прикрыл. Рейну удалось переследовать Фореста. Аллу тем временем ловится ВП Пита и теряют, теряют НИПы то небольшое преимущество, которое было у них в этом раунде. Гитрайт один против троих. Раунд крайне важен. Напоминаю, если Гитрайт затащит, тогда он спасет команду НИП от небольшого провала. Но если команда Фейз все-таки возьмет восьмой, тогда выходит парень на приемлемый для себя счет 10-5. Но, с другой стороны, пять раундов за атаку это тоже что-то на НЮКе. От этого можно оттолкнуться. Поэтому, конечно же, многое будет зависеть, как всегда, от пистолетного раунда и от того, как НИПы будут чувствовать защиту на карте ДНЮК. А защита на НЮКе очень проста. Стоишь действие у оппонента, тут другого ничего и не приходит. На ум Гитрайт проходит на мейн. Его, по идее, пропускает спокойно. Но вопрос, Киа за дверью? В плейнте играет номер два, это Рейн. А Гитрайт о нем знает ли? Ага, понял. Гитрайт просто ставит бомбу, Рейн его забирает в спину. Это восьмой раунд для Фейзклана. И они особо не напрягаются. Ой-ой-ой, полторушка-двушка. НИПы отдались. В итоге, сейчас вынуждены играть с Глоками. И, возможно, будут тащить уж следующий раунд. В следующем, конечно, будут Калаши, Вторая Армора и Плюс Раскидка. Но, наверное, это не то, чего они ожидали от карты ДНЮК. Но, с другой стороны, будет веселее смотреть, если НИПы возьмут пистолетку и начнут тащить во второй половине. Занимает пока что крышу. Постарается реализовать свои Дезерт Иглы. У них 4 Дигла плюс Глок. Фриберг наказывает моментально Рейна. Первый пошел. Отличная работа от Адама. Пытается дальше реализовать свои пистолеты. Повесить хэдшот на плюс. Но там уже игрок защиты особо не подставляется. НИКа. Ван. Ван тап. Тап. Ван тап. Просто нереальный хэд, если честно. НИКа. Браво. Ситуация 4 в 4. Да, и теперь экономический из 2 СМатфореста. Это не лучший выход. Хотя Гзисту удается заспреить киев, который в полете просто ничего таки сделать не смог. Очень странно, что под девяткой Гетрайт не заметил Керригана. Там ведь видно спокойно сквозь лестницу. Может быть невнимательнее сегодня у нас Гетрайт. Гзист по-прежнему с Диглом у нас в лобби. И если ему удастся развернуться вовремя, нет, не удается. Адама забирает его спину. НИКа забирает Фореста у нас на Апленте. Далее НИКа сражается из винтов. Но забирает Пита и, соответственно, в полете Гетрайт, который оказался не очень внимательным в этом раунде. Киаши Масэмкой. Один на один против Гетрайта. НИКа с Юспа. Выходит из будки. Дезерт Игл от Гетрайта. Гетрич проверяет будку. Раунд нужно брать, нужно тащить. Но, по-моему, он не проверяет НИКа. НИКа как всегда хорош. Это квадрокилл от НИКа линия. И в итоге этот парень добывает столь важный раунд для команды Фейс. Если бы он проигрывал эту ситуацию, когда у Фейс рассыпалась экономика, они бы выбирали шестой и, возможно, седьмой раунды. Но нет, не получилось. Последний раунд первой половины очень нужен для ИНИП, чтобы прям взять пистолетку и аннулировать ту разницу, что было за первую половину. Но, но в обороне Арика нет. И Аллу сегодня не так часто берет этот девайс в связи с экономикой, плохой, по всей видимости. Гзист снова играет на улице. И ему пока никто не халкует с этим вопросом. Хотя Пит вместе с номером 8, это Форест, отправляется на крышу. Форест падает у нас пока что на пристройку. Чекает синий ящик. Тем временем Рейн с АМК готов действовать. Плетает флешка. Гзист не слепой, но все-таки Рейн просто выходит и использует фактор. Некий фактор неожиданности. Гзист с одной стороны смотрел эту область, но почему-то ничего не сделал. Даже, по сути, не стрелял. 3 на 4. Ребята из команды НИП выходят на нижний плен. Гетрайт с калашом жмет. Рейн все там же. И делает все-таки еще один минус. Пит остается один против двоих. Бомба установлена, но этого мало. Команда Фейс выигрывает первой половине на карте Занюкса. Еще там 10-5. Да, но они, по-моему, такие же счета были вчера в двух матчах. Если память не изменяет. Но и Виртуз Про Страус точно 10-5 было. Да не помню уже, как там происходило. Не, не помню, как вчера было. Я помню, что в Салис Крут сыграли с командой Виртуз Про, но как там все происходило. Они могли выиграть даже, напоминаю. И Виртуз Про потянули до допов. Там 3-4 раунда подряд, да, в конце. И потом еще и на допах выиграли. Но было интересно. Да, Зоник постарался. Сегодня в Зоника нет. Но зато есть другой дачанин в составе Фейс. Это Кириган, который мог получить энергию от своих... Не знаю, тогда получается... Блин, забыл слово. Из одной страны когда вот. Когда из одной страны? Из одной страны? С граждане... С граждане... С жителей. С жителей, ага. Понял себя. Ну, родные, родные игроки. Главой партнер. Ага. Даже так. Это сильно. Это сильно. В рот. Ну и пока пауза, наверное... Так, подожди. Все, тебя понесло. Пожалуйста, вызывайте ухо. Тут надо изгонять из синия. Правда, срочно. Вызывайте ухо. Ну что, разыгрывается, как обычно, ребята. У нас большая довольно пауза в рамках ESL. Всегда при смене сторон. Уходят ребята попить водички, отдохнуть. Но я думаю, буквально через полминутки-минутку матч у нас продолжится. И ребята будут снова играть друг против друга. Да, и, кстати говоря, тут забавно. Получается, что-то вели, это на EP как раз 4-0. А потом 10-5. Да. Повторная ситуация, что Синферно на матче ENV против Снали. Да, как-то так. Ну, тут на самом деле на карте Дзенюк такое бывает довольно часто. Потому что ты только дай игрокам защиты почувствовать финансовую стабильность. Они, естественно, этим воспользуются. Я говорил о том, что проиграли не очень важен для себя. Такие клатчи неприятные. В итоге, естественно, фейзы воспользовались всем этим. И в итоге вышли вперед. Пауза, которая затягивает этот матч очень хорошо для NAP. Если те соберутся, подумают, а что вообще можно делать в обороне? В обороне можно убивать не начало, а потом уже и пушить впоследствии. И, кстати говоря, у Керригана удавалось запушить чуть ли не в 2 из 3 раундов именно радио. И он там делал спокойный минус. Что можно взять тоже, кстати, как заготовочку. Ну что? Заготовочки на пистолеты они приготовили. Юспики против Глоков. Раскидка от команды Фейс наверняка будет у нас какая-нибудь небольшая и быстрый довольно выход. И, зная фейзов, любят они и РБ подражать, и А с таймингом выйти. Какую-нибудь такую тактику, скорее всего, подготовят против НИПов. Ну вот, не рестарты долгожданные. Покупают пока что первые арморы у нас, ребята, в Фейс, естественно. Но кто-то с банками, я думаю, наверняка будет играть. Да, 2 флешки и Смок от Керригана, и 4 первых армора от Фейсов. Ну и 5 пистолетов Юсп плюс арморы от команды НИП. Просто 5 арморов. То есть тактика 3-тейка сегодняшний день вообще не видит. Ну, печально, печально. В атаке есть раскид от Керригана, да, который можно реализовать. С другой стороны, его можно и просто потерять буквально за 1 стрелатый барок. Кешима пока что действует с Глоком перед дверью. Фейсы стоят и ждут, пока Керриган раскинет им, судя по всему, гранатки на пленте А. Керриган откидывает Смок, откидывает флешки. И команда Фейс возвращается с радио под будку. Вот она, флеша от Керригана. Никто у команды НИП не слепой. Фриберг отличный хэдшот. Гзис помогает. Ника наконец-таки разваривает Адама. Но этого мало. Гзис наказывает Керригана. Остается последний Никто против четверых. Никто ловит вентиляции одного, ловит второго. И в итоге довольно неплохой для себя ситуации. Он сделал трипл килл. И это 1-2 от Никто. Пит на улице. При этом один из игроков команды НИП на точке А. А бомба установлена уже на точке Б. Ну и что? 500 тысяч евро, да? Вроде стоил Никто команде Фейс. Получится ли отработать эти деньги? Не удалось накатавиться этого сделать. И сейчас проигрывается раунд. Пистолетка для НИП. Ну, не то чтобы сложно это было сделать. Но приемка сайда была довольно-таки неплохой. Ну, в этот раз не получилось. А вот в следующий, возможно, выйдет. Неплохо. В любом случае, НИП принимали своих соперников только что. Но бомбу товарищ из команды Фейс поставил. Ника, кстати, покупает Калашников. Дропает Керригану. Данный девайс. Капитан команды, естественно, докупил второй армор. Вся команда Фейс покупает первый и второй. Кстати, Керриган купил Уэмпехо. Отдропнул Калаш Рейну. И вот такой вот бай решила сделать Фейс. Ну что ж, смотрим, куда они пойдут. Да вот закупка довольно-таки практичная. Для Ника, я думаю, и Киа тоже поддержит. Но вот насчет Эллу с Иволотек Найном и вторым армором я не знаю, куда ему стоит податься. А Рейн с Керриганом чувствует себя довольно-таки уверенно. Тем более Рейн уже не раз доказывал, как он играет на улице за оборону. В атаке ситуация аналогичная. Пит с Фамасом чекает пока что пятак. Там у нас несколько игроков команды Фейс чекают десятку. Тем временем, три игроков команды Фейс смотрят улицу. Но на улице играет Форест. Форест действует возле гаражей. Выходит. Тем временем Рейну удалось все-таки реализовать свой Калашников. Забирает моментально он Кристофера Лисунда. Гитрайт чекал улицу из девятки и за это поплатился. Ну и ПНИПы в меньшинстве должны теперь вытаскивать этот раунд. Где у нас сходит Форест? Форест бегает по нижнему этажу. Тем временем Фейзы уже взяли эмочку. Эмка была у Гитрайта. Какой же хороший сочный девайс они получили. Есть понимание у команды Фейз, где находятся их оппоненты. Рейн ловит диста, Рейн ловит Фореста. Остается один лишь Пит против троих и команда Фейз очень просто забирает себе этот раунд. Браво. Хороший форсбай, хорошая реализация, но вот и НИП подкачали в обороне. Счет близится к тому, что и в принципе было недавно против героев. 16-8. Два раунда за защиту сверху и все. Счет будет аналогичный. Я боюсь, что НИП просто не выполняет свою домашнюю работу. Пистолеты первый в ТРР Морец. СЗ от Гитрайта, 5-7 и Диглы у команды НИП. В ответ у МПХи и, естественно, калаши от Фейзов. Ну что ж, смотрим, сумеют ли НИПы затащить этот Форс. Если да, тогда они еще останутся в игре. Если нет, тогда будет вдвойне тяжелее, ибо Фейз возьму 12-13 раунды. И потом все равно у команды НИП все будет плохо и печально по деньгам. Но вот он Пит и Фриберг. Два хэдшота. Ника Аллу погибает. Рейн убивает все-таки Фореста в ответ. Это 3-4. Пит решил все-таки поджать радио. И пока что, возможно, сделает килл. Нет, его заметили. Начинает преследовать Пит, а Рейн, хороший хэдшот. Это 3-3. Да, здесь, по идее, 3-3 еще все можно. Повернуть с 5. И на IP спокойно имеет позиционку, которая позволяет забирать этот раунд. И вроде как Фейз направляет в сторону базы В, где имеется лишь красный Фрайберг. Ну и он палит в свою позицию. Хотя Кэрриган не до конца понимал до последнего момента, где же находится его оппонент в спине Гитрайт. Его не слышали? Гитрайт, Гитрайт падает, но ЦЗшка на такой дистанции очень опасный пистолет. Из него попасть крайне тяжело. Пытался Гитрайт что-то сконтролить, но не получилось. Вот к Зисту удалось упасть вниз за реактор. Он делает два минуса вместе с Гитрайт, чем в итоге Гитрайт один на один. У Гитрайта 5 хелс-поинтов. Бомба от Кэрригана устанавливается на нижнем пленте. В итоге Кэрриган проверяет вилку. У него есть 100% информация про Гитрайт. И Гитрайт действует, проверяет правую часть, выходит из ОМПшки. Но, конечно же, Кэрриган уже поменял свое место расположения. И у Гитрайта теперь нет малейшего понятия, где же может находиться его понят. Ну, понятное дело, что стандартные точки он проверит. Он теперь думает, что это длинный, это короткий. Ну и как раз таки в коротком у нас находится Кэрриган. Кэрриган проверяет опеки. У Гитрайта нет диффузов, нет смока. Шансов крайне мало. Кэрриган открывает дверь. Ну и все. Бомба вот-вот взорвется. Кэрриган уверенно выходит. И Гитрайт погибает. Двенадцатый раунд для Фейс. Ну, вот здесь уже Найпи сами виноваты, что заливает такой немаловажный для себя раунд. Снова нужно делать эко, отдавать тринадцатый. А там, да, проблем. С первой картой у Найпи недалеко. Останется всего лишь три раунда до победы. Фейс Клэм. П-250, два и три юспика. Вот такой бай от команды НИП. А на табуляции, дорогие зрители, мы увидим, что подвушечки ровно столько у НИПов. И, конечно, в следующем раунде мы увидим, скорее всего, Фамасы от этой легендарной команды. Но с Фамасами против Фейсов будет играть крайне тяжело. Но НИПы попробуют. И мы посмотрим. НИПам нужно пробовать все, что угодно. Но ни в коем случае не отдавать эту катку с плохим счетом. Нужно уже делать что-то со своей игрой. За последние месяцы действительно результаты очень плачевные. И с каждым разом, мне кажется, что и НИП ничего придумать нового не могут. Лишь их перестреливают оппоненты. Керриган забирает Фореста и Пита. Уже ситуация 5-3. Бомба, по-моему, оказывается на Б, если... Если, в принципе... Да, на Б. И, по идее, Гитрадзист и Фрайберг ничего сделать здесь не смогут. Керриган вообще на резу забежал. Ну, непонятно, почему НИПы, на самом деле, тоже как-то слишком пассивно играют. Керриган сделал все правильно, потому что у него ХП очень мало. Тут нужно выживать. Ни в коем случае загулять с Калашом не стоит. Он прекрасно осознает, что у команды НИП серьезный провал по деньгам. И в следующем они будут играть с МКами, с Перами и Фамасами. Поэтому... И у МПХами, наверное. Поэтому, естественно, он в этом плане все сделал очень-очень четко. НИГа тем временем находит лицо Гитрайта. Размазал его. Ну, и Гзист остается один. Бомба взорвалась. Физы выигрывает. Гзист в итоге погибает. 13-6. Команде Фейс остается взять всего лишь 3 раунда. И вот она очередная закупка. НИП. Если сейчас вы не покажете себя, как вы висели в пижамах, то давайте уж отправимся к следующей карте. А следующая карта будет Уверпасс. И вот там шансов у НИП, я бы сказал, что гораздо больше, чем на НИП. Три М-чки с глушителем, две без. Ну, и Калаши плюс Узиха от Керригана. Ребята играют с огромным количеством гранат. Вторые арморы. Гитрайт с М-кой отвечает у нас за улицу. Там действует НИКа. Играет пока что аккуратно. Тем временем Фейза довольно уверенно выходит на верхний плент. Моментально падает Зист. Падает Трибер. Коррис отвечает. Алла его ловит. В этот момент на девятке подловили еще одного игрока защиты. Остается Пит. Один против двоих. И есть по нему информация. Выходит Аллу на точку. Коктейль Молотова. И бомбу можно устанавливать. Правда, бомбу для этого еще надо бы подобрать. Подбирает бомбу у нас игрок команды Фейз. А Пит решил, что это, возможно, вентиляция. Но тут он был неправ. Не смог прочитать команду Фейз. В итоге потерял огромное количество времени. Дефузов, я напоминаю, у Пита нет. Но он пойдет, скорее всего, тащить. И команда Фейз сейчас может забирать легко. И просто 14-й раунд. Смотрим. Пит. Пит открывается с девятки. Ну, Фейз. Не должно забирать этот раунд. Да, Элла мог ошибиться. Но замечает Пит в последний момент. 14.6. Экономически составляющие на EP совсем бредово. Они делают форсбай. И это вынуждено ему. Ведь Фейз клан заставляет их это делать. Одна ошибка. Один раунд для Фейз. И это практически победа. Это маппоинт. Пауза. Не знаю, тактическая или техническая. Наверное, тактическая. Исходя из счета в МПХе от команды Нинджас и Пиджамас. Довольно много гранат. Вообще, с УМПХом они, скорее всего, должны были играть даже в прошлом раунде. Потому что тогда бы были коктейли Молтова. Тогда бы были смоки. И, возможно, не так легко выходилось бы команде Фейз на будку. Но очень часто, особенно олдскульдные игроки, принимают решение покупать фамасы, эмки. Хотя нынче у нас уже, наверное, 9% именно у МП45 на про-уровне. По крайней мере, именно столько было на Дримхак в Лас-Егосе. Но я не думаю, что эта статистика как-то изменилась в меньшую сторону. Скорее всего, только увеличилась. Гитрайт, правда, покупает. 5 УМП45 от команды Нинджас и Пиджамас. И 5 калаша от Фейзов. И матч вот-вот продолжит. Тактическая пауза. И на ИПе слишком поздно ее взяли. Ну, вот я не знаю, с чем это связано. Быть может, решили просто взяться и поговорить на чистоту. Чего они вообще ожидали от этого нюка? Ведь подготовка очень и очень слабая. И даже матч против героев должен был заставить задуматься шведов. А что с нюком не так? Может, не удалось избавиться от этой карты из мапула? Ведь система пиков и банов, как мы с тобой знаем, очень странноватая. Ну да, система, напоминаю, следующая. У нас команда 7 карт мапула. Одна команда выбирает 3 карты, другая команда банит 2 карты. И, соответственно, на этих пересечениях в конце концов и останавливаются оба коллектива. И порой бывают довольно интересные ситуации. Но пока что ничего сверхъестественного мы не видим. В любом случае у нас, например, в прошлом матче... Ну, правда, Инферно игралось, да, между Na'Vi и командой Envy. Но, с другой стороны, сейчас без Инферно ни одна команда в мире, скорее всего, не сможет. Вот, поэтому, в принципе, все, скорее всего, будут катать до Инферно совсем скоро. Ну, а здесь тоже, в принципе, Нипы на нюке часто играли. Фейзы часто... Кстати, Фейзы не часто играют нюк. Фейзы далеко не часто играют нюк. И, ну, пока что демонстрируют довольно качественную подготовку на этой карте. В МПХе от Нибов, как я уже говорил, 3D-фуза плюс смок плюс флешки. Нет коктейлей. Команда Фейз на улице пока что ждет и халдит. Играют парни очень аккуратно. Пять ЮМПшек 45-х для шведов в обороне. Это, конечно, закупка неплохая. Но, с другой стороны, имеются АК-47. Да, без АВП для Афина. Но, чего уж там говорить, этот АВИК на нюке, когда на ИП перестрелять даже просто девайсы не могут. То АВП там вообще было бы совсем что-то шикарное. В итоге, на улице. На улице у нас номер 6. Это Керриган, как и сказал ранее. А там 4 рамбе. Похоже, небольшой сплит. Керриган, тем временем, делает минус. Гетрайт погибает. Пит с УМПхой развернулся, чекает девятку. Ну и Фейзы пытаются разрулить и разыграть 15-й для себя раунд на карте за нюк. Теперь они за атаку. Спускаются вниз на точку Б. Снизу, судя по всему, у нас никого нет, кроме Фриберга. И тот играет в тупиках. И, естественно, ничего сделать он не сможет, если Фейзы сделают все четко. А Фейзы делают все очень круто. Смок направо, коктейль, вентиляцию. В итоге никто быстро хелпануть не может. Еще один коктейль, вентиляцию. В итоге никого там нет. Киошима в длине. Понимает, что в тупиках огромное количество игроков у команды НИП. Выходит стрейф. Отличный минус. Два. Форест минус. Пит умирает. Остается у нас Гиз вместе с Рибергом. И у команды НИП в который раз ничего не выходит. Это 15-6, дорогие зрители. Команда Фейз буквально в одном шаге от победы. Боюсь я, и на ИП сейчас ничего сделать не смогут. Снова пауза, но это техническая. Я не вижу смысла делать инток. Так, это да. Быстрая техническая пауза для Фейз. Ну, быть может, и Тим Спик, а или Реконект. Даже так. Да, скорее всего, один из игроков что-то там лагает. И, видимо, нужно ему перезайти. Но деньги в любом случае восстановятся. В этом случае скаут от Фореста. В МПХе МКФАМОС от команды НИП. Гитрай долго думает, что же ему купить. Тяжело. Честно, очень тяжело я воспринимаю такие вот игры от команды НИП. Не верится, да. Как-то, что, возможно, пришло и им время менять состав. Возможно, кому-то из старичков забивать. Не знаю даже, в чем их проблема. Но НИПы последние 4 месяца просто не похожи на себя. Хотя еще в сентябре играли в финалы там Старладера. По-моему, G2 выигрывали. И, в принципе, играли неплохо. Но это было с Майки Леле. Тогда Пит болел. Да и с Питом, в принципе, и летом, и после первой игры, да. Тоже играли, ну, вроде как окей. А потом что-то с командой произошло. Они вылетели с квалификации на мажор. Да, не попали на мажор. И вот после того времени не могут никак прийти в себя и набрать необходимую форму. Пауза. Отжимается. Матч продолжается. 15-6 фейз в одном шаге от победы. Да, и по поводу спада я просто не понимаю логику Гитрайта. Он все время пишет, что мы вернемся сильнее. А по факту он единственный игрок, который потерял мотивацию в составе. Я так действительно считаю. Ведь результатов, которые он показывал раньше, уже давно не видно. И Форест минус 3 погонял на улице. Этот человек просто Патрик Минди. Что ж ты творишь? Браво, Форест. Какие же хэдшоты со скаута. Великолепная игра. В итоге Киашима вместе с Ника остается в другом против пятерых. Ну и команда НИП, возможно, затащит все-таки раунд престижа для себя. И это будет второй раунд во второй половине. Второй раунд за КТ. Фриберг поднимается на шифте. Какая-то улица. Моментально Ника падает. Остается последний игрок команды фейз. Киашима один против пятерых. Его атакуют со всех сторон. И диск спреет и реализовывает свою УМП. Ну что ж. Камбэк от НИПов. Камбэк из Риэл или нет? Ну тут надо спросить у чата, ребят. Ставьте единичку, если видите камбэк от НИПов. Двойку, если ГГ и пошлите на оверпасс. НИП против Фейско. Закупились. Четыре калаша МК от Фриберга. Четыре калаша АВП от Аллу. Ну и раскидка, конечно, есть. Что у одних, что у вторых. Смотрим, как сыграет финский боец, будучи савиком. Финский боец идет на улицу. Получает одну хаешку, вторую хаешку. Но при этом свой фраг он все равно делает. Подставляется Кристофер Лисун, тот же Гитрайт. И команда Фейс Клан моментально начинает в очень хорошем для себя преимуществе. Но при этом есть диск в команде. Вместе с Питом они моментально возвращают статус скво. Три на три. Керриган выходит на рампу и замечает Питак. Ловит Пита. И Керриган опять-таки делает плюс один для команды Фейс. Да, и будучи два в три, Гзист Форест. Ну, вообще, для них ситуация может быть и штатная, если удастся увидеть бомбу на Киашими, который вроде как не ожидает Гзиста здесь видеть в лобби, хотя с другой стороны что-то чувствует. Прям вот пятка. Пятка говорит, не надо туда выходить. Керриган уже на рампе под Б. И вот, знаете, эта ситуация может оказаться Ахвой именно для Керриган. Его обходит. Только что Гзист. Действует он на рампах. Керриган. Керриган моментально погибает. Но при этом и Киашима, и Алла теперь понимают, где находится как минимум один оппонент из команды НИП. Но теперь, возможно, пришел звездный час Фореста. Хотя нет, Форест в будке, а ребята из Фейс перемещаются по нижним этажам. Действуют они в длине, чекают тупики, спускаются дальше. Есть смог от Аллу. Хотя, скорее всего, именно он должен ставить бомбу. Соответственно, смочит сам себя, откидывает дальше флешку. Нет, флешку не кидает. Просто ставит плент в этом смоке. И никто его не пытается убить. Алла уходит назад. У Фореста и Гзиста есть диффузы, друзья. Форест спускается в вентиляцию. Делает все довольно беззвучно. Моментально ловит Аллу. В итоге остается Киашима. Один против двоих. Смотрим, играет в аквариуме. Форест на пленте откидывает смок длинный. И Форест берет тот раунд для команды НИП. Восьмой. Для Ниндь пижама. Да. Как будто бы чатик угадал. Ведь единичек было больше. И на IP могут оформить серию семи раундов. Ведь это Нюк и ССТ Сайдет Мап. Но опять же таки с такой игрой я не думаю, что Фейс Клан допустит настолько много ошибок и не возьмут на синдроме 15 раунда хотя бы одну единичку. А скорее всего возьмутся. Это вопрос лишь времени. Кстати, у Ника обнулилась статистика. У нас 0-0-2. Вот столько фрагов у нас у Ника. На самом деле это вранье, дорогие зрители. Ника себя наверняка неплохо показал на карте Дэнюк. Ну и 7 раундов нужно тащить к команде НИП, чтобы мы увидели допы. Гитрайт пришел быстро пропушить улицу. Моментально Аллу погибает. Ничего сделать он не смог. Гитрайт остается все там же. Откидывает снова флешку. Уходит все-таки в гараж и выживает. Будет здесь прятаться и ждать, пока к нему зайдут в гости соперники. Тем временем команда Фейс Клан абсолютно не торопится. Ребята просто-напросто ждут возможную аркаду на всевозможных позициях. НИП, просто встаньте и не торопитесь. Да, по Гитрайту есть инфа, но не окончательная. Он здесь секретки. Может оказаться большим сюрпризом даже для Ника с Рейном. Но вот Ника заметил Гитрайта вовремя. Да и Рейн, скорее всего, его просто ждал оттуда. И снова 4 в 4. Фейс Клан по-прежнему имеет позиции лишь только в районе лобби. И да, пару игроков на аутсайде. Но НИП начнут пушить в довольно-таки скором времени. НИП будет пушить? Скорее всего Фейзы будут пушить, я думаю. Вряд ли НИП будет пушить. Они должны стоять и ждать просто на своих точках. Потому что рисковать, наверное, и аркадничать. При счете 15-8 нет смысла. Хотя, ну, смысл есть. Но ты всегда можешь сделать ошибку. А ошибка в таких случаях, она приводит к поражению на карте. Раскидка небольшая от команды Фейс Клан. Падает десятка у нас Керриган. Кзис тем временем промахивается. Хотя наносит буквально 20 хп дэмэджа по Керригану. 73 у него остается. А пить тем временем за реактором в нижнем пленте. Неплохо контролирует свою эмку. В итоге Форрис спускается, тоже делает килл. Выходит через двери Керриган и погибает. Еще один раунд для НИПов. И, возможно, Фейзам придется сыграть как минимум один раунд, будучи с пистолетами. Но Керриган купил калаш. Так, а это уже небольшая проблемка. Фейз Клан отдают 2, а то и 3 раунда к ряду. НИП по-прежнему не имеет экономики, но к этому все идет. Если сейчас никто умирать особо не будет, то и девайсы так часто гробаться, соответственно, не придется. У МП Хатника. Остальные ребята играют за К47-ми. Первый и второй арморы. Пит с эмочкой смотрит радио. Там у нас 4 человека от команды Фейз. Фейзы будут выходить сейчас через двери на Плэнта. Аллу моментально ловит одного-второго. Гетрайт из пристройки делает один килл. Ошибается все-таки команда НИП. И в итоге Бай только что себя оправдал. Бай был не самый хороший. Ну и время для Пита затащить. Сумасшедший раунд 1-4. Первый пошел. Керриган погибает. Остается у нас Рейн вместе с Ника. Флешка от Пита на Плэнт. Откидывает дальше смог в будку. Там у нас действует игрок команды Фейз Кланта Рейн. Ну а в пристройке тоже есть один из игроков команды. НИКО. Без шансов. Нет смока теперь. Смока на бомбу нет. Без шансов, друзья. Рейн забирает Пита. И команда Фейз побеждает на карте Денюк. Далеко не уходите. Следующая карта совсем скоро. 3 очка Фейза себе в копилочку положили. НИПы все-таки. Старички постараются вернуться еще в этом матче. Субтитры создавал DimaTorzok